Всем привет, дорогие зрители! С вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение игры Черная Меза. В прошлой серии мы с вами спустились в комплекс Лямбда, и нам встретились черные оперативники. Это, пожалуй, самые лютые твари в этой игре. Они страшнее любых мутантов, пока еще нами встреченных. Немножко с ними, помучившись, прошли дальше. Дальше было тоже много чего интересного. Друзья, всего не перечислишь с вами. Мы активировали здесь спуск воды к реактору, и в итоге закончили на месте, где произошла какая-то авария, и энергия реактора вырвалась на свободу. И теперь вот такие вот лучи убивают все живое, друзья. Ну что ж, давайте попытаемся прорваться. Ситуация сложная тем, что у нас с вами 41% здоровья, а здесь появляются вортигонты. Пробуем прорываться, только внимательно останавливаемся в местах, где есть какая-то передышка. И даже, скорее всего, в этих местах мы с вами будем сохраняться на всякий случай. Чертовы вортигонты подстерегают меня на каждом шагу. Так, внимательно. Где-то уже появился вортигонт, насколько мне известно. Пошел вон, еще один. Отлично. Так, пока все хорошо. Появился вортигонт где-то. Жесть, нет, промахнулся. Отлично попал. Так, вы знаете, черт возьми, да хоть с этой пушкой, хоть с какой-нибудь другой, без разницы. Внимательно. Мне один выстрел, и я погибну, скорее всего, от вортигонта. Нет, нервы сбоят уже. На трубы агрюсь. Так, внимательно. Жесть, нет! Да все равно. Очень, очень бодрый луч. Скорее всего, нужно было бы перепрыгивать. 18 процентов, друзья, 18 процентов. Пошел вон. Чертовы отроди. Туда же отправился. Так. Возможно, здесь получится просто пройти. Давайте попробуем понять тайминг этого луча. В принципе, достаточно длинный. Жесть! Очень опасно. Так, ну что ж, все. Можно выдохнуть. Но, друзья, только лишь отчасти. Только лишь потому, что мы прошли эти чертовы лучи. В остальном, конечно же, выдыхать рано. Нужно собраться силами и продолжать путь дальше. Нам очень нужна аптечка и броня. Так, есть вариант по лестнице вверх. Есть вариант сходить сюда. А может быть, стоило по лестнице вверх, на самом деле. Сейчас посмотрим. Может быть, даже вернемся обратно. Потому что, скорее всего, где-то будет аптечка. Класс. Берем. Угу, то есть это просто какой-то маленький склад, небольшой. Так, ну вы знаете, 43% лучше, чем 18. Определенно, ваш капитан. Как мне подсказали в комментариях, очень скоро мы с вами попадем в Зен. В мир Зен. Так, снова несколько направлений. Оттуда мы с вами пришли. Здесь у нас есть охранник. Дружище, дружище, открой мне, пожалуйста. Ну что ты, что ты медлишь? Открывай же. Какие новости? Хорошо, спасибо, друг. Оставайся здесь. Возможно, понадобится твоя помощь. Я видел не только это безногое существо, дружище. Я видел такое, от чего люди сидеют. В очень молодом возрасте. Так. Эйнштейн, да, по-моему, молодой, насколько я знаю. Хорошо. Все. Продолжаем с вами путь дальше. Но, смотрите, можно было сходить и туда еще тоже. Ох уж эти пути дороги. Опасно, 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 опасно. Ну ах ты ж, тварь, проклятая. Черт возьми, нет, пора переходить на какое-то другое оружие. Че я, собственно, берегу ту суперпушку, я не знаю, честно. Берегу, потому что боюсь, что останусь потом рано или поздно вообще без ничего. А так хотя бы будет суперпушка. Черт возьми, это Джимен. Джимен, который ушел в портал, друзья. Человек, который, видимо, использует порталы этих существ. Ничего себе поворот, интересно. Нет, все-таки я туда схожу, друзья, не могу. Могой меня гложет, гложет, что я там что-то не посмотрел. Ах ты, жесть, сколько тут всего путей и дорог. Ну, как минимум, есть аптечки и патроны, это тоже хорошо. Хм, возможно, потом это будет работать, возможно. Смотрите, еще один портал. И там ученый. Да, там группа, группа выживших, интересно. Можно ли как-то к ним попасть? Давайте попробуем. Нет, никак нельзя, скорее всего. Мы как-то попадем, может быть, либо снизу, либо сверху. Ну, залезай, Фримен. Фримен, давай залезем, спасибо тебе. Лестница в этой игре, конечно, это отдельная. Отдельная песня. Все здесь круто, кроме лестниц. Ну, такая вот история. Ну, это похоже на портал, конечно. А так, кто его знает? Может быть, какие-то сгустки плазмы, я не знаю. Нет, ничего не происходит. Ну, конечно же, здесь будут твари. Ну, конечно же, здесь будут твари. А может быть, что-то нужно делать, чтобы активировать как-то эти порталы, чтобы они, может быть, работали на Фримену, например? Потому что подойти я подошел, но совершенно ничего не происходит. На клавишу Е ничего не работает. Нет, видимо, пока еще нет. Пока эта система, наверное, не работает. А, нет, система работает. Угу. То есть нам сейчас демонстрируют, видимо, как это вообще устроено. Чтобы в будущем мы этим пользовались здесь. Хорошо. Сдохните, твари, просто сдохните. Всех порву. Неожиданно, согласитесь. Так, очередная система порталов. Но давайте мы пока воспользуемся человеческими методами передвижения в пространстве. НС 40%. НС 55%. Ох ты жесть, какая здесь система этих порталов на самом деле. Все очень путано, запутано. И что мне подсказывает, что меня здесь банально размажет этими гигантскими вращающимися какими-то элементами. Так, а какие у нас, собственно, были варианты? Куда мы еще здесь могли сходить? Но у нас есть лифт. Можем поехать на нем? Ах ты жесть. Ничего не понятно пока что. Так, это не работает. Это работает? Да. И убивает. Понятно. А что это, собственно, нам дает, да? То есть туда мы попадем, но там, возможно, больше нигде портала нет. Давайте посмотрим, как эти роторы вращаются. Может быть, успеем прыгнуть за ним, вот так вот пробежать. И просто посмотреть, что здесь еще есть. Да, и проблема в том, что, скорее всего, выйти отсюда мы уже не сможем, да? Если только вот сюда. А, понятно. Ну, пока что я делаю вывод, что здесь нам просто делать нечего. Мы с вами идем дальше. Еще ниже. Так, внимание. Мертвый ученый. Не исключено, что твари где-то рядом. Пока не видно никого. Смотрите, там очередной портал. Прямо внутри установки. Так, интересно. Неужели мы сюда просто для того, чтобы подобрать аптечку? Как-то звучит странно, как минимум. А, смотрите, да, есть проход и лестница. Стоп. Стоп. Мы же отсюда только что прибыли, да, получается? Выходит, что так. Может быть, можно еще ниже проехать? Давайте попробуем. Чертовы лестницы. После черных оперативников это вторая раздражающая... Раздражающая штука здесь. А, смотрите, значит, уровень... А, Б, С и Д. Но пока вот как-то здесь никаких вроде бы видимых элементов для того, чтобы что-то включить или нажать, просто нету. Зачем нам сюда нужно, тоже непонятно. Да, лифт наверх. Ну, значит, мы пойдем с вами в другом направлении. У нас еще, по-моему... По-моему, еще есть направление. Либо я очередной раз что-то где-то... Что-то где-то пропустил. Хотя, скорее всего, наверное, все-таки сейчас система порталов должна нам помогать как-то в перемещении, в передвижении. Выходит, что так. Нет, это выход. Я на всякий случай сейчас вернусь чуть дальше, еще назад, чтобы точно там убедиться, что ничего не пропущено, ничего не упущено. Так, ну что ж, пойдемте тогда разбираться с той системой порталов. Возможно, нам что-то там нужно делать. Так, давайте разбираться здесь сейчас. А, смотрите, то есть можно появиться прямо на платформе, да? Да, вот в чем, собственно, здесь и был смысл, как я понимаю. Все, отлично, разобрался. Как-то сразу я на эту тему не сообразил, к сожалению, прошу прощения, но... Процентов. Хочется осмотреть все и не всегда... Не всегда путь. Самый очевидный. Так, интересно, а можно как-то обойти эту штуку? Нет, нельзя. А придется, скорее всего, как-то обходить ее, потому что... А, то есть даже так можно сделать. Где ты? Покажись. Чертова троти. Свинцом нашпигую тебя. Так, не работает хорошо. Потрясающе, на самом деле, все это сделано. И с научной точки зрения все классно выглядит. Ничего такого нелогичного здесь особо нету. Ну, кроме того, что параллельные миры и там твари и так далее. Но с точки зрения именно научной фантастики все выглядит, ну, просто классно. Так, я понял, где мы с вами оказались. Может быть, дверь откроется? Нет, к сожалению, не откроется. И комплекс прям проработан безумно круто. Так, интересно, да? Смотрите-ка. Получается, есть еще и третье направление, видимо, да? Давайте попробуем его найти. Да, вот, смотрите. Ничего себе повезло. Фримен, нет, пожалуйста. Ах ты жесть какая. Так, хорошо, намек понятен. Нам нужно два раза попасть на платформу. Конечно, будет это крайне сложно сделать. Мне, видимо, сейчас просто повезло. Как это сделать еще раз? Ну, попробуем сейчас помучиться немножко, видимо. Сохранимся сразу здесь. Прыгнуть нам нужно вот сюда. Ох ты ж, да. Да-да-да. Надо было с разгона. Мой косяк. Почему-то посчитал, что допрыгну. Тихо, стоп. Сохранимся-ка мы здесь, на всякий случай. Так, смотрите. Портал у нас вон он, да? Шагнуть нам нужно туда вот таким образом. И присесть. Иначе сейчас срубит голову. Отлично. Пробуем. Да. Не попал я на платформу, видимо. Хорошо, но я сохранился прямо в этом месте. Нужно понять, где и когда. Чуть-чуть. Чуть-чуть не угадал. На самом деле нужно дождаться просто появления платформы. И тогда на нее запрыгнуть. Отлично. Внимательно осматриваем все возможные варианты. Стоп. Еще есть желающие? Нету. Так, хорошо. Смотрите, значит, где мы с вами оказались в итоге. Какой-то лаборатории небольшой. А, да. То есть, по сути, все заново сейчас проходить. Жестко. А я, честно говоря, не помню, куда, чего, в какие я нырял эти. Ладно, сейчас попробую вспомнить. Так, присядем. На всякий случай сохранимся. Да. Это тот самый. Тот самый момент. То самое место. Так, ну вы знаете, наверное, да. Наверное, я там, где мне нужно быть. Сохраняться, нет? Скорее всего, да, сохранюсь. На всякий случай. Значит, смотрите, здесь многоуровневая такая головоломка получается. Поднимается платформа. Крутятся вот эти платформы. И все нужно это дело совместить. И угадать. Не так, как я это сделал. Да. Перелетел у меня немножко Фримен. Че-то он прям как-то подразогнался. Да черт возьми опять. Да, смотрите-ка, здесь... Ой, жесть, это плохо. На самом деле, да, очень плохо. Лучше ждать эту платформу, когда она опустится. Я подумал, может быть, я туда перепрыгну. Нет, там, смотрите, стоят специальные такие маленькие... Не знаю, заборчики, не заборчики, но что-то такое. Металлоконструкции, которые тебя просто сбросят вниз. Так, тихо, тихо, тихо. Вроде бы все нормально. А на всякий случай сохранимся. И мне кажется, вот сюда нужно попасть. А стоп, нет, 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 не сюда, не сюда, не сюда. Да, жесть, ладно. Вообще, непонятно ни черта просто куда идти. В этом, собственно, вся проблема. Возможно, вот сюда. Оу. Дисенгейджет. Хорошо. То есть что-то мы отключили какую-то одну, видимо, да? Какой-то один элемент. А включить назад можно, а включить назад нельзя. Так. Вот, смотрите, открывается. Открывается портал, видимо. Куда-то еще. Ну что ж, попробуем. Ай, ты жесть, промахнулся. Что-то прям нервы. Хочется все успеть быстро, прям с первого раза. На самом деле, лучше лишний раз убедиться в правильности своих действий. Так, хорошо. Выход. Отлично. Вопрос только, куда? Хотя снова здесь, смотрите, снова крутятся эти платформы. Хотя, по-моему, то самое место, где мы уже были. Выживших нет. На всякий случай, подэкономим немножко боеприпасов. Так, что, черт побери, за звуки? Скорее всего, деревяшки. Отлично. Едет лифт. Давайте чем-нибудь вооружимся. Чем-нибудь... А, нет, здесь один патрон. Чисто. Отлично. Ядро уровень Б. Так, приготовимся. Так, там что-то наверху происходит. Не исключено, что здесь опять могут быть эти черные оперативники. Нет, 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 нет. Так, у нас проблемы. Небольшие проблемы. Думал, вы не доберетесь. О, ерунда, Хантер. Ничто не устоит на пути нашего странствующего рыцаря в сияющей реактивной броне. Видимо, нет. Ну что ж, сюда, доктор Фримен. Мы ждали вас. Сюда, Гордон. То, что вы видите перед собой. База снабжения для первой группы наблюдения. Довольно много отличных образцов было собрано в пограничном мире и доставлено сюда. Пока команда сборщиков сама не стала объектом сбора. Как-то так. Эти показания дали нам основание полагать, что на той стороне существует огромный портал, созданный и поддерживающийся за счет концентрации энергии одного мощного существа. Я уверен, вы сразу его узнаете. Мне не хочется сообщать об этом, но вы должны убить его. Да, вам лучше его убить. Никаких «если», «но» и «бы». Конечно, нам. Вы ничего не должны, доктор Фримен. Но вы прошли через многое. Вы знаете об этих существах больше, чем кто-либо. Если вы его не уничтожите, ну, скажем так, вам некуда будет возвращаться. Да. Поэтому, если вы готовы, мой коллега ждет вас около главного пульта. Доктор Штейнман откроет вам шлюз. И не позволяйте наглости Хантера напугать вас. Мы все немного на взводе после инцидента. Он снабдит вас вооружением для предстоящих задач. Торопитесь. Хорошо. Так, ну что ж, давайте немножечко сейчас осмотримся. Осмотрим, что у нас здесь есть. Посмотрите, костюмчик. Отлично. Костюмчик, скорее всего, такой же, как и наш, я думаю. Но, может быть, кстати, и покруче. Нам обязательно нужно пополнить все, что есть. Но, смотрите, довольно удачно у нас получился наш поход сюда. Пришли практически полным здоровьем. Хорошо. Доктор Штейнман, я рада, что вы справились. У меня для вас есть еще одно последнее устройство. Это модуль длинных прыжков. Я создала его специально для передвижения по тому миру. Так, интересно, а ну-ка. Спейс, дальний прыжок. Control Space. А, в Зене. Хорошо, здесь пока еще не работает. Так, ну что ж, друзья. Отправляемся. И, скорее всего, мы с вами попадем в тот самый мир Зен. Продолжение следует... Здравствуйте, Фреймэн. Я здесь. Потренируйтесь в длинных прыжках, если нужно. Но поторопитесь. Обязательно нужно, конечно же. Так, а как это работает? А, двойной пробел. Понятно. И так тоже работает. Хорошо. Немного патронов. Давайте сейчас все здесь проверим, чтобы точно идти туда максимально заряженным. Хорошо. Я могу открыть портал. Процесс сложный. И как только он начнется, я не смогу его проявлять. Иначе мне придется начинать все заново. Не входите туда, пока я не дам команду. Все понятно? Предельно. Я начинаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёртовы твари. Чёрт возьми, где я? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Радиация. Очень сильная радиация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опасно, 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 опасно. Нужно обязательно где-то аптечку найти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот они. Жесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, кончились, кончились боеприпасы. Только тяжелые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, хорошо. Прыгаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, добро пожаловать. Вот он, вот он тот самый мир Зен, который разработчики этой замечательной игры воссоздали заново, вновь. Что ж, посмотрим, друзья, интересно. Сейчас довольно был сложный бой, и у меня, к сожалению, во время перехода то ли крашнулась игра, то ли зависла. В общем, как-то странно. Пришлось еще раз там пройти это место. Место довольно сложное. Удивительно, что я прошел его с первого раза, потому что довольно-таки там проблематично. Так, ну что ж. Давайте посмотрим, где мы с вами оказались в итоге. Красотища, конечно. Пока вот все красиво. Дальше, друзья, будет еще красивее. Та самая платформа, через которую мы сюда попали. Обязательно будем все разглядывать, все рассматривать, потому что чертовски интересно, как здесь воссоздали этот мир Зен. Какие-то энергоячейки, видимо. Ну что ж, давайте постоим на краю обрыва. Обрыва, за которым вечность, друзья. Посмотрите. Да, фантастика на самом деле. Хоть сейчас на рабочий стол вот эту заставочку ставь, да? Здорово. Очень круто. И вы знаете, давайте я последую совету одного из своих постоянных зрителей и немного увеличу громкость музыки. Мне сказали, что здесь фантастическая музыка и что стоит несколько громче ее сделать, чтобы наслаждаться. Да, вы знаете, даже никуда не хочется отсюда идти на самом деле. Настолько это все красиво и фантастически круто выглядит. Но что-то мне подсказывает, друзья, что везде, вот в этих местах, на этих маленьких островках мы с вами побываем. Что ж, давайте продолжать наше с вами прохождение. Что у нас есть из оружия? Да, в общем-то, все. Все, с чем мы сюда пришли, у нас все есть, хорошо. Какая-то странная субстанция. Пока еще непонятно, агрессивная она или нет. Хорошо, немножко патронов. Ты мне дал энергию? Надо запоминать. Вот эти все моменты надо запоминать, откуда здесь что берется. Да, давайте попробуем проверить. Нет. Как ни странно, значит, там я подобрал что-то другое. Может быть, вот это дает энергию? Нет, тоже нет. ТНС 65%. Угу. То есть, видимо... Видимо, просто от костюма какие-то остаточные заряды остаются, которые мы можем собирать. Хорошо. Так, первая проблема у нас появляется. Хэткрабы. Давайте, может быть, возьмем пистолет для экономии патронов. Так, это явно... Явно конструкции людей. Знаете, наверное, я даже, пожалуй, еще немножко увеличу. Очень классный здесь эмбиент. Обалденный. Так, не то? Еще немножечко вот сюда мы с вами подвинем. Так, хорошо, хорошо. Я, друзья, на самом деле немножко это... Под впечатлением, конечно же, нахожусь. Дальний прыжок нам предлагается здесь совершить. Все, тварь уже больше. Неактивно. Хорошо, отлично. Отлично, здорово. Немножко потренируемся пока совершать эти прыжки. Потому что в будущем, я думаю... Повезло. В будущем, я думаю, нам пригодится эта способность. Друзья, перед вами игра 2009 года. Хе-хе-хе-хе-хе. Просто фантастика. Так, там что-то есть, хорошо. Но, смотрите, и здесь что-то было. Внизу. Попробуем обойти сейчас вот эти языки. Злые языки. Так, немного еще каких-то боеприпасов. Хорошо. Но мы будем, друзья, здесь все подробно изучать. Сколько мы пробудем в этом зене? Сколько еще до конца игры? Сколько бы не было, друзья, но мы обязательно здесь будем все осматривать. Везде ходить. На все смотреть. На все смотреть. Какие-то вот такие ощущения. Странные. Привидено вот эту вот конструкцию. Какую-то непонятную, что это естественное или искусственное сооружение. Что-то доисторическое веет. Что-то от нее такое мистическое и магическое. Интересно. Так, а что вот это такое? И можно ли открывать эти ящики? Нет, нельзя. Скорее всего, это сделано для того, если вдруг ты свалишься здесь, чтобы у тебя была возможность просто подняться обратно и заново попробовать. Вот этот дальний прыжок. Вы знаете, вот просто, допустим, если встать на место Фримена, вот оказавшись вы в таком мире, разве вы будете куда-то спешить? Я очень в этом сомневаюсь. Во-первых, страшно. Во-вторых, просто хочется смотреть. Это же чужой мир, друзья. Чужой, инопланетный. Может быть, потусторонняя какая-то вселенная. Так, а получилось просто допрыгнуть? Что интересно. Кстати, двойной прыжок у него все-таки есть некое время для исполнения. Не всегда получится долететь. Так, зачем-то нам даются вот эти вещи для того, чтобы, видимо, экономить боеприпасы, может быть, и поджигать наших врагов. Ой, твари, сейчас заклюют меня. Запрыгают, заклюют. Фримен, Фримен, Фримен. Зацепился за камень, черт побери. Отлично. Практически безболезненно. Интересно, что это за ящики? Открыть нельзя, сломать нельзя. Хорошо. Так, какие-то патрончики где-то лежали. Отлично. Интересно, а что это в итоге нам дает? Лопнули мы эти пузыри? Непонятно. Пока еще что это такое? Завораживающие вот эти вот местные птицы такие, да? Непонятные какие-то. Летающие скаты. То есть можно попрыгать, если там, смотрите, есть портал, который определенно куда-то ведет. Ничего себе какое хитрое приспособление, вы посмотрите. То есть они научились здесь притягивать вот эти висящие камни, которые, видимо, ну непонятно по какому принципу они здесь парят в воздухе. Может быть здесь слабая гравитация, а может быть здесь какой-то иной принцип взаимодействия там с той же материей, например, да? Не исключено. Не исключено. Но что-то мне подсказывает, что мы себе сейчас сделали некий такой путь для прыжка. Здесь можно разогнаться и, видимо... О, жесть! Нет, 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 Фримен, пожалуйста, нет. Чуть-чуть не долетел. Ох ты, да. Нужно было, видимо, двойной использовать. Ладно. Мой косяк согласен. Почему-то как-то посчитал, я оценил расстояние так, что вроде бы долетаю. Звуки, конечно, фантастические здесь. И нужно, кстати, понять, как правильно нам сделать двойной прыжок, потому что... Есть большая вероятность просто банально здесь перелететь. Вот, да. Так, смотрите дальше. Я, конечно, сомневаюсь, что я до туда долечу. Может быть, нам нужно как-то... Хм, есть пара мыслей на самом деле. А ну попробуем сейчас заново. Если я дерну рычаг, она, по идее... Нет, нам... Нам туда. Нам туда и оттуда нужно будет куда-то прыгать. Возможно туда, но что-то мне подсказывает, что до туда очень далеко. Хотя нет. Смотрите, насколько далеко все-таки можно использовать этот чудесный ранец. Теперь давайте разберемся, где у нас что. Хорошо. Отлично. Так, смотрите. Что-то типа... Типа местных, не знаю, местных электросетей или как-то так, наверное. Звук стекла разбитого, здорово. Ну что, идем в портал. Угу. Хорошо. Знакомимся потихонечку с местными агрессивными обитателями. Смотрите, кристаллы. Местные какие-то минералы восстанавливают нам броню. Хорошо, запомним. Вот такие вот кристаллы, скопление синих. А возможно, красные кристаллы, возможно, восстанавливают нам здоровье. Но хотя я к ним подходил, и вроде бы какого-то эффекта не было. Нет, конечно, ты тварь, а, ну как так-то? Давайте вернемся, восстановим сейчас броню. Даже эти крошки нам могут спасти жизнь в будущем. Слушайте, нужно реально следить за временем записи. Я рискую прям. Рискую здесь остаться навсегда. И забыть выключить запись. Потому что, ну, чертовски все красиво и круто. Так, смотрите, вариант. Можно вон туда еще попробовать перепрыгнуть, да? Хотя я сомневаюсь, что долечу. Какой-то сканер. Нет, ломать не надо. И у нас потихонечку кончились боеприпасы. Причем кончаются абсолютно все. Отлично. Долетел. Хорошо. Чертовы уроды, а. Лучше бы не летел. Что в итоге получил, непонятно. Нет, здоровье определенно они не восстанавливают. Так, а там у нас кто-то есть, да? Да, маленький хедкраб. Так. Цветочки пугливые, вот эти какие-то не цветочки. Что-то такое. Может быть, и даже к животным относятся. Так, смотрите, там палатка исследовательская. Так, вот оно что. Смотрите, гигантские рыбы здесь плавают. Нужно быть очень-очень аккуратным. Стоп. Внимательно. Да, и скорее всего нам придется какой-то вот этот шнурок, видимо. Расстрелять. А рыбы, интересно, они выпрыгивают прямо в момент моего прыжка и, видимо, могут меня схватить. Возможно. Так, сюда можно сейчас. Жесть, нет. Боеприпасы кончились. Боеприпасы кончились, это плохо. Может быть, здесь повезет нам найти немножко боеприпасов. Так, ну вот туда я еще не сходил. На самом деле хочется. Не знаю, что там. Там что-то у нас мигает красным. Так, смотрите. Please wipe your feet. К сожалению, знание английского немножечко у меня хромает. Угу. Угу. Патроны отлично. Жесть. Он сидел в костюме, то есть, понимаете, видимо, в последний момент, когда какой-то здесь служащий запрыгнул. Запрыгнул в этот костюм, хедкраб прям его поймал в этот момент. Я вижу тебя. Так, хорошо. Что еще здесь есть? Вроде бы, вроде бы больше ничего. Попробуем пройти дальше. Хорошо, потихонечку пополняем боеприпасы. Вижу тварь. Несколько тварей. Очень расточительно пользуюсь. Надо экономнее. И слышите этот звук? Звук, когда останавливается сердце. То есть, костюм сигнализирует о том, что все. Все кончено. Так, смотрите, еще одна тварь. Ах ты, жесть, долго ждал. Очень долго. Какие-то они очень агрессивные в своем мире. Так, запись о каких-то исследованиях. Так, ну что ж, давайте пробовать открывать. Что-то, чем-то. Сюда? Нет, сюда вряд ли. Как-то нам это дало немного. А, вот, вот переключатель. Все. Что ты делаешь? Зачем ты стреляешь? Фримен. Слушайте, безумно атмосферно. Вообще потрясающе. Прям мурашки бегают, реально. Насколько здесь все, черт побери, круто сделано. А как же нам открыть там дверь одну, интересно? Вот здесь, например, как это сделать? Может быть, мы туда придем с обратной стороны, допустим? Возможно. Так, что у нас на стеллажах? Пусто, ничего полезного. Ну, конечно, чертова тварь. КОНЕЦ так смотрите можно сюда что-то подключить нужно только найти что так не знаю что-то не очень помогло это нам так смотрите соединили в итоге да только не работает а вот сюда видимо нужно что-то положить сверху видимо вот этот кристалл скорее всего да так и есть хорошо и мы активировали видимо здесь какой-то до генератор местный потому что там написано 10 тысяч вольт к нам уже бежит тут зомби так хорошо давайте смотреть где мы оттуда мы кажется пришли будь сюда возможно нам нужно сейчас так а там видимо пожар какой-то начался да да все горит а а и 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 Так, и снова мы с вами на поверхности мира Зен. И, друзья, на этом моменте мы с вами закончим эту серию. И уже в следующий пойдем здесь искать ответы на наши вопросы. Изучать это прекрасное, красивейшее, фантастическое, но и очень опасное место. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение, советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.